Инспектор пропал? Три. Печаль какая. А при чём тут я? Да, мой ресторан. А-а-а! Так вы про мишленовских инспекторов? Ха-а-а! Ой, слушайте! Так это что получается, вы заметили мой ресторанчик? О божечки, о божечки, о божечки! Как это приятно! Не, не видел. Да они, наверное, заказали наши главные блюда. Бездельники! Оказывается, к нам приходили мишленовские инспекторы. А вы не заметили. И раз такое дело, хочу лично проверить наше меню. Давайте пройдёмся по самым главным нашим блюдам. Ты. Да, вот ты. Молодец! И сделал прекрасный выбор. Печень дракона. Систентки, снарядите его и отправьте за ингредиентами. Мишленовские звёзды? Или мишленовский ресторан? Это вам не макароны склеенные? Это целое кулинарное искусство? В 1889 году в Франции была открыта компания «Мишлен» по производству шин для велосипедов. А позже компания стала производить шины для автомобилей. И тут многие из вас, наверное, скажут. А-а-а! Так это вон тот шинный человечек на логотипе. Да, всё верно. А при чём тут рестораны? Так, секунду. Кто тебе так? Дракон или мать его? Ага, ясно. Вообще, слушай. Вот так с одного тычка тут не получится. Для начала тебе нужно втереться в доверие. А потом садить нож в спину. Тут все так делают. И начни с матери дракона. Так. Надо, чтобы кто-нибудь заказал ещё какое-нибудь блюдо. Вы. Ну чё стесняетесь? Я же по глазам вижу, выходили чужие яйца в пашот. Давайте, вставайте, собирайтесь. А чё мы остановились? А, да. Колёса Мишлина рестораны. В общем, был такой дядька, Андрей Мишлин. Глава компании Мишлин. Которому пришла гениальная идея. Чтобы люди покупали на своей автомобиле больше шин, нужно способствовать им и активно развивать автотуризм. А чтобы развивать автотуризм, нужно сделать справочник, по которому можно было бы понять, куда ехать и, главное, зачем. Таким образом, в 1900 году появился первый справочник Мишлин, где были отмечены места стоянок, расположение отелей, ресторанов, кафе и точки технического обслуживания. Вот на самом деле у вас гораздо проще задача, чем у того, что печень дракона наковыривает. В общем, заходите, ищите какое-то отдалённое тёмное помещение с яйцами чужого, хватаете парочку и выходите. Ничего сложного. Что это? О, смотри-смотри, это моя эксклюзивная наклейка, которую добавили в популярную онлайн-экшн Вартандер. Теперь каждый может забрать такую по ссылке в описании и прилепить на свою игровую технику. Слушай, ну раз ты всё равно заговорил об этом. Вартандер, это бесплатная многопользовательская игра, где можно устроить зарубу с другими игроками на наземной технике, самолётах, кораблях и вертолётах. А недавно, кстати, вышло обновление. Вами и лёд. Зацените. Теперь игрокам доступны разведывательные и боевые дроны. Появилась новая ветка финской техники. Отныне можно зажечь на огнемётных танках и катерах. Улучшены визуальные спецэффекты. Например, при взрыве от танка теперь отлетают детали. А при детонации боекомплекта остаются только рожки-доножки. А ещё, теперь самолёты можно изрешетить в настоящее сито. Доступна функция к астомизации, где можно нанести различные камуфляжи и уникальные скины. А за счёт наклеек и элементов декора добавить индивидуальности совершенно бесплатно. Качай игру War Thunder по ссылке в описании. И ещё, 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 ещё. Для всех новичков и старичков, кто не играл больше полугода, по этой же ссылке подготовлен подарок в виде полумиллиона серебра и недели аренды легендарных немецких танков. Также вы получите три премиум-машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум-аккаунта и множество других бонусов. И я бы поторопился, так как все плюшки, рассказанные мной, это сезонная акция, и она скоро закончится. Играйте в War Thunder, вклейте мой уникальный стикер и побеждайте. Ссылка в описании. Спасибо, ты лучший. Да, только костюмчик верни. Продолжаем. Изначально мышленовский справочник был бесплатным, но позже решили, что нет, так не поёт. Всё выглядит слишком дёшево и воспринимается не очень серьёзно. Поэтому вскоре справочник стал платным и считался элитным. В 1926 году в Мишленовском справочнике стали отмечать звёздочкой места, где была, по мнению издательства, хорошая кухня. А позже решили расширить шкалу и таким образом получилось. Одна звезда. Это отличный ресторан в своей категории. Две звезды. Ради этого ресторана можно отклониться от маршрута. И вот три звезды. Это исключительная кухня, ради которой можно и вообще отдельное путешествие сообразить. Оценку и аттестацию проводят специально обученные инспекторы, которые шифруются и маскируются под обычных посетителей. И делают они это не один и не два раза. Могут целый год ходить в один и тот же ресторан, получая полную информацию о каждом блюде. Ну вот, я же говорил, несложная задача. Берите по одному яйцу и выходите. Только в глаза яйцам не смотрите. О, смотри, а это, конечно, один из наших мишиновских инспекторов. Ладно, работаем, не обращаем внимания. Прикиньте, в 2016 году мишиновская звезда была присвоена сингапурской уличной палатке с фастфудом, так как оценивают не место, а еду прежде всего. У владельца фастфуда каждое утро люди выстраивались в очередь, еще до открытия, чтобы просто попробовать или поесть курицу в соевом соусе с рисом. А, без толочей. Говорил же, не смотрите яйцам в глаза. Вообще, надо будет подумать и добавить, наверное, в меню вареные ножки лицехвата. Так, ну а у тебя как успехи с печенью? О, да ты тут, я смотрю, прям поднялся. Не терял время просто так. И когда ты планировал печень дракона вырезать? Не, я-то не тороплю, просто вот эти парни, кажется, неровно дышат тебе. На вот. Алло. А, да, я видел одного из ваших инспекторов. О, не, вряд ли. Из него ужин вышел. Так, простите, вторая линия. Алло. Так, кто? А, Саурон. Здорово. Кто домогается? Хм, странно, погоди, гляну. Так, 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 так. Черепаший ниндзя супчик, стейк из тиранозавра, маринованное очко Саурона. А, погоди. Око, да? Да, у нас тут опечатка получилась. Ой, ну ладно, чё ты? Не подписывался, но такое. Твоё очко, это же не кольцо все власти? Ну, хотя, если подумать. А, ой, тебя плохо слышно, связь плохая, ты расслабься и подписывайся. Девушки отдыхают. Ну, кто говорил, что главное блюдо никто не поест? А? Всё работает. Можем тоже добавить слога в листовку. После нашего главного блюда вы себя в зеркало не узнаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok